приветствую тебя и таким образом добро пожаловать на еще один эксперимент по накоплению энергии после того как последний результат прошел хорошо я подумал давай повторим все это но на этот раз другим устройством от другого производителя а именно сенка solix f12 сотни сразу после вступления я хотел бы вместе с тобой выяснить какие потребности в течение одного дня мы можем удовлетворить с помощью хранилища а теперь получаю удовольствие от просмотра одно заранее мобильный накопитель электроэнергии не всегда заменяет постоянный источник питания в доме есть устройство которым требуется значительно больше энергии чем может обеспечить такое мобильное хранилище энергии мой совет на данном этапе если вы хотите приобрести мобильное хранилище энергии сначала посмотрите какие устройства вы вообще хотели бы использовать с его помощью а затем конечно же посмотрите сколько энергии требуется и может потребоваться этим устройством мобильное хранилище электроэнергии тратит столько энергии на все чтобы устройства работали вот для этого теста как я уже упоминал перед вступлением я выбрал якорь solix f12 сотен якорь обеспечивает меньший и более слабый запас мощности но также еще больше и более мощный обладающий большими размерами и мощностью поселился в прочном полузащите накопитель емкостью 12 сотен 29 ватт часов и максимальной выходной мощностью 18 сотен ватт так что здесь уже можно было бы исключить несколько устройств которые вероятно потребляют больше помимо встроенного информационного дисплея который показывает сколько энергии заряжено или потребляется в настоящее время в хранилище встроен большой светодиодный блок который естественно питается от хранилища и обеспечивает яркость в темноте у которого есть 12 сотен имеет в общей сложности девять интерфейсов для питания устройств один интерфейс постоянного тока два порта usb type-c каждый с выходной мощностью 160 ватт всего четыре выхода usb type-a мощностью 12 ватт а также два порта переменного тока то есть розетки для подключения к интернету говорится в сообщении с указанным максимальным выходом 18 сотен ватт я собираюсь использовать эти две розетки в первую очередь для питания устройств прямо сейчас в ходе эксперимента чтобы запитать саму память чтобы затем ее можно было передавать на устройство вы либо используете классическую розетку с соответствующим источником питания либо используете интерфейс xd который также находится на задней панели устройства например подключаете память через фотоэлектрическую панель заряжать это именно то что я делал перед экспериментом так что память была заряжена до ста процентов так что можно было приступать к первому тестированию началось в 8 утра чтобы мне не пришлось таскать память по квартире я просто взял кабельный барабан и подключил его к памяти легче таскать с собой кабельный барабан по квартире чем тяжелый накопитель конечно мой самый первый официальный поступок освежиться за день почистить зубы и для меня на самом деле это тоже самое что каждое утро мыть голову а затем снова сушить ее феном и здесь память впервые пришла в действие согласно информации на дисплее памяти фену потребовалось колоссальная тысяча тридцать пять ватт чтобы высушить мои волосы но поскольку у меня не очень много и относительно тонких волос процесс сушки занял две минуты после сушки дисплей показал остаточную емкость в 98 процентов так что два процента ушли на сушку волос феном на нем один процент в минуту если смотреть таким образом конечно мне нужно было набраться сил за этот день завтрак должен быть готов как и в первом тесте на завтрак у меня на столе свежезаваренный кофе чтобы заварить чашку кофейного крема я воспользовался кофемашиной хорошая новость этим автоматом также может управлять f12 сотня в данном случае выходной мощности было вполне достаточно когда я включил машину было показано потребление 826 ватт когда кофемолка начала раскрашивать зерна для приготовления кофейного крема кофемолка потребляла целых 16 110 ватт для этого у самого кофейного фильтра было 40 ватт свежесваренный горячий кофе снова потребовал еще три процента объема памяти остаточный заряд составлял 95 процентов при следующем тестировании я нахожусь в домашнем офисе и мне нужно просмотреть очень важное видео на youtube или для клиентов и хотя это может происходить не часто в это самое время происходит отключение электроэнергии или я еду на автофургоне и у меня есть с собой оборудование и я хочу снять это видео то есть мой компьютер в данном случае mac mini m1 а также широкоэкранный монитор фасоник с диагональю 32 дюйма и три жестких диска должны питаться от f1200 который фигурирует в неделю а final cut pro видео длится в общей сложности 26 минут и имеет разрешение 4к с 30 кадрами в секунду согласно информационному дисплею памяти моя компьютерная установка потребляла 80 ватт при рендеринге так что даже не так много рендеринг занял в общей сложности 22 минуты до рендеринга объем памяти составлял 95 процентов после 22 минут рендеринга 91 процент согласно индикатору потребления на дисплее таким образом можно было выполнять рендеринг в течение 10 11 часов подряд то есть хранилище могло бы обеспечивать энергией весь рабочий день и концу у вас снова было бы больше энергии следующим шагом было зарядить мой смартфон и планшет у устройств был остаточный заряд в 18 и 23 процента перед зарядкой айфон подключен через быстрый интерфейс тайп си аккумулятор айфона на 3200 метров а ч маленький можно сказать уже почти подключил айпад через розетку и адаптер переменного тока аккумулятор айпада имеет емкость 7730 амач то есть вдвое больше чем аккумулятор айфона после полной зарядки смартфона и планшета до 100 процентов мы помним до этого остаточный заряд памяти составлял 91 процент это было после зарядки обоих устройств сказал он 83 процента хорошо мы понимаем что нам нужно перейти к более тяжелым орудиям большего калибра я беру свою тройку джиа за этот тест здесь я сбросил все три липа которые входят в комплект fly more до 15 процентов остаточного заряда липа r3 имеет большую емкость в 4241 метра ч что равно 3 поместив липа в зарядный лоток подключил его к розетке f12 сотен через блок питания согласно информационному дисплею во время зарядки от зарядного лотка липа потреблялась 70 ватт поскольку один липа заряжается за раз конечно потребовалось несколько часов чтобы все три липа в конечном итоге были заполнены после того как они были полностью заряжены память показала остаточный заряд в 56 процентов таким образом можно было бы зарядить еще шесть лайпоуз из трех как показано на рисунке из памяти поскольку как я уже сказал процесс зарядки занял немного больше времени решил немного поиграть вечером то есть светодиодный телевизор с диагональю 55 дюймов а также мой xbox series s питались от f1200 оба устройства вместе потребляли в среднем от 130 до 140 вт и это во время игры на xbox то есть даже при нагрузке а не просто при включенном спящем режиме или чем-то подобным я начал играть 19,1 17 часов а потом услышал 21,1 52 часа спустя часы остановились так что почти два часа спустя я увидел это после этих двух часов игры память все еще показывала остаточный заряд в 27 процентов так вот я мог бы сыграть еще два часа и так как после игры и всего предшествующего фильма да такой эксперимент и испытание тоже требует больших затрат я был готов я подумал что оставшийся заряд я использую чтобы посмотреть как долго продлится игра встроенный светодиод может быть запитан до тех пор пока накопитель питания не разрядится у нас сейчас 22 часа то есть 22 август встроенная светодиодная панель здесь наверху включена на самом высоком уровне я быстро покажу тебе это еще раз если конечно снимать на камеру то скорее всего будет немного темнее 1 2 3 их ровно 3 потребляется 4 ватта а на оставшиеся 25 процентов накопитель должен был бы работать в течение примерно 40 часов и при этом светится я конечно не собираюсь стоять здесь всю ночь и записывать все это но оставь генератор и свет включенными при продолжительности работы даже если число будет колебаться между 30 и почти 40 часами свет все равно должен был бы гореть завтра посмотрим если я вернусь утром или позже в течение дня будет ли то же самое и сколько у нас осталось заряда в качестве аварийного освещения это уже круто так что здесь 22,1 смотри сейчас я сейчас пожелаю спокойной ночи и до завтрашнего утра конечно было бы здорово если бы завтра в памяти остался оставшийся заряд а светодиодный индикатор все еще горел давай посмотрим на следующий день и хорошие новости свет все еще горит давай посмотрим сколько осталось заряда все еще 22 процента и теперь согласно новому объявлению свет может продолжать гореть таким образом в течение 83 часов только что было 99 вероятно потому что дисплей здесь не был активен так что это действительно хорошо подходит в качестве решения для аварийного освещения представь что аккумулятор заряжен на сто процентов в нем определенно есть несколько дней я думаю здорово что ты можешь так долго питать этот встроенный светильник в этом есть дни недели теоретически я мог бы зарядить еще три аккумулятора G mini 3 pro на следующий день и тогда все было бы хорошо конечно друзья я мог бы разрядить памяти за 1-2 часа если бы например подключил электрический гриль который вырабатывал 14 сотен ватт сказал он необходим для работы но я хотел показать в этом эксперименте что вы можете сделать чтобы запитать все это в течение дня и сколько раз в день вы могли бы запитать все это на самом деле это разные устройства которые вы могли бы использовать в течение дня независимо от того находится ли он дома из за отключение электроэнергии хотя это скорее исключение к счастью но также и в походе в палатке , в трейлере , на рыбалке возможно в садовом домике где вообще нет источника питания сказал он к счастью это не так как в кемпинге в палатке в трейлере на рыбалке может быть в садовом домике где вообще нет источника питания потому что я тестировал здесь якорь Solex F12 сотен на который я ссылался ниже в описании видео в настоящее время в магазине Enche также действует акция возврата денег по которой на устройство Enco Solex предоставляется скидка до 5 процентов так что если тебе интересно обязательно зайди. Друзья, большое спасибо за то, что ты был там, за то, что смотрели. Пиши свои отзывы в комментариях ниже, а также с удовольствием поделюсь своими соображениями по поводу других устройств хранения энергии, которые я хотел бы протестировать именно в этом стиле. Подпишитесь на них, если вы еще этого не сделали. До встречи, чао. Субтитры сделал DimaTorzok